Добрый вечер. Вчера вечером вернулся из Киева. Ехал на машине. Вместе с дочерью возвращались после мероприятия. Между Херсоном и Крымом на трассе попал в аварийную ситуацию. Хочу пару слов на эту тему сказать. Скорость примерно километров 100-110, 115, но не более. Чистая, ровная дорога, сухая абсолютно. Абсолютно сухая. Гладкий, но хороший асфальт. Исправные тормоза, хорошая машина. Едем. И вдруг впереди фура большая, здоровенная. Начинает поворачивать налево. На стоянку перед рынком каким-то там. И перегораживает всю дорогу. И с правого ряда, огромный этот агрегат, перегораживает дорогу. Съезжать некуда. Только вправо, в обочину, в кювет. Со всей силы в тормоз. Двухтонная машина сдырилась, вот так встала. И неотвратимо двигается в эту фуру. И я понимаю, что никакие тормоза эту силу инерции погасить не могут. Настолько мощнейшая сила инерции. Настолько мощное вот это вот стремление вперед. Несмотря на то, что колеса стоят. Зимняя мягкая резина, новая. Значит, совершенно сухой асфальт. Асфальт пожирает эту резину. Со страшной скоростью машина моя летит прямо в этот фургон. В угол этого фургона. В задней части. Резко вправо. Слышу удар. Где-то здесь. А мысли в доли секунды, мысли мелькают в голове. Удар есть, звука стекол нет. Значит, что-то может быть там где-то так. Потом следующая мысль. Сейчас перевернемся, потому что в кювет резко вправо. И мысли. Ё-моё, опять эти ремонты, опять этот-то все. Сейчас перевернемся. Мысль. Потом нет влево. В другую сторону. Потом впереди деревья. Сейчас в деревьев. Влево. Вправо, влево. И встали. В кювете. В глубоком. Справа. Когда деревья появились, дочь как закричит страшно. Слышу голос. И все это доли секунды и встали. Никакого испуга. Никакой вообще ни тряски, ни пота, ни белого лица. Абсолютно мгновение. Вот такое испытание. А и эта фура медленно завернула и встала там на рынке. Я потом с ним разбирался с этим парнем. Но дело не в этом. Выхожу из машины. Подъезжает сзади парень. Говорит, ничего, машина целая может не беспокоиться. Смотрю, левое стекло висит. Зеркало вернее. Левое зеркало из трех частей. Корпус, какая-то часть и само зеркало. И такие они обвисли. Осматриваю машину целая. Зацепился зеркалом. Беру это зеркало, соединяю его так вот. Чик, оно встало и встало на место. Оно же там ходит. Встало на место абсолютно нормально. Такая легкая такая потертость на этом месте. Я ударился зеркалом об угол этого. А край этого страшной железяки большой. Ну, в общем, если не смерть была рядом, то авария, перевертыш и все такое дело было рядом. Вот я на себе испытал вот эту жуткую силу инерции. Первая мысль, которая пришла мне в голову, какая страшная эта сила. Остановиться невозможно. Вроде бы я не сильно ехал. А ну-ка было бы 130-140. Ничто бы не спасло. Я бы так и въехал в этот железный фургон и разбил бы всю машину. Пристегнут, ремнем, все как положено. Выехали из этого ковета. Дочь говорит, как мы выберемся? Да к БМВ выберемся. И раз-раз и поехали. Все нормально. Слава Богу, слава Богу. Я хочу сказать, подчеркнуть две мысли. Первая и главная. Я хочу сказать Богу спасибо. Потому что перед тем, как я выезжаю на дорогу, каждое утро, когда я сажусь за руль, я молюсь, я прошу, чтобы Бог меня защитил. И Он верно и исправно, и всегда выполняет мои просьбы, мои молитвы. Это сто процентов. Я спокоен, в общем. И спасибо Ему большое. Боже, спасибо Тебе. А вот я хочу поразмышлять на тему о силе инерции. Это невероятная сила. Инерция – это нечто труднопознаваемое. Люди плохо осознают, что такое инерция. Это жуткая сила. В физическом мире, вот когда вот такая огромная, тяжелая машина летит на большой скорости, а потом ее пытаются остановить, на это требуется много времени и очень много сил. Я убедился в том, что тормозной путь был, ооо, какой я посмотрел. В бизнесе тормозной путь бывает гораздо дольше, длиннее. Сила инерции в бизнесе, да и вообще в жизни, еще страшнее. Люди, которые набрали какую-то скорость и двигаются по жизни, в каком-то деле, в какой-то профессии, в бизнесе, и их не удовлетворяют результаты, им нужно что-то изменить, им мешает сила инерции. В следующем ролике я как раз об этом буду подробно говорить. Как остановить движущийся еле-еле бизнес, не приносящий ни радости, ни удовлетворения, ни денег, ни успеха, ни карьеры, ни непроцветания, а этот и сила инерции заставляет тебя двигаться все в том же бесперспективном, бездарном направлении совершенно. Как быстро ориентироваться, как быстро останавливаться и менять направление, как быстро маневрировать так, чтобы прийти к успеху. В следующий раз я об этом поговорю. До завтра, до свидания.